здравствуйте мои друзья я очень рада что вы заглянули ко мне на кухню сегодня мы с вами приготовим очень вкусные беляши и тесто у нас будет особенным дрожжевое заварное на приготовление этих беляшей времени тратится очень мало а если вы впервые у меня в гостях оставайтесь вы сами в этом убедитесь прежде всего нам нужно сделать начинку так как наше тесто не требует расстойки начинка должна быть готова луковицу среднюю луковицу нужно или натереть на терке или как я при помощи погружного блендера пюрировать луковицу я сразу добавляю столовую ложку воды клуб и чтобы наша начинка была сочной и вот такая у нас кашица получается луковая в мисочку с фаршем у меня говяжий фарш 300 грамм мы добавляем лук наш натертый пол чайной ложки черного перца вы можете чайную ложку добавить перца соль по вкусу и хорошо нужно вымесить наш фарш отбить его чтобы он стал таким однородным теперь тесто 150 миллилитров теплой воды столовая ложка сахара столовая ложка сухих дрожжей размешать и оставить в сторону до появления пенной шапочки в миске у меня 500 грамм просеянной муки я сразу убираю 3 ложки столовых с горкой муки нам не нужно забивать наше тесто мы ее добавим потом в миску с мукой добавляем пол чайной ложки соли нашу дрожжевую смесь 3 столовые ложки растительного масла все размешиваем и вливаем 150 миллилитров крутого кипятка да да крутого кипятка я не ошиблась замешиваем сначала ложкой а потом когда тесто станет уже не таким горячим рукой и вымешиваем пока тесто не станет не перестанет липнуть к рукам у меня осталось мы постепенно добавляем муку которую мы отложили у меня осталось полторы столовой ложки муки работаем с тестом мы на поверхности рабочий смазанные растительным маслом нам не нужна здесь мука чтобы она не горела при жарке делим тесто сначала на две части катаем две колбаски потом каждую колбаску делим на 6 частей у нас получается 12 частей это 12 беляшей будет каждый шарик каждую часть мы скатываем шарик пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео вот эти шарики мы накрываем пищевой пленкой чтобы они не заветрились подготавливаем противень мы его смазываем растительным маслом на него вам будет мы будем выкладывать уже готовые слепленные беляши и лепим наши беляши шарик нужно вот так распластать лепешку я это делаю без скалки руками на центр шарика кладем ложку такую хорошую ложку начинки сначала в присоединяем края лепешки а потом края лепешки вот как мешочек собираем в центре получается вот такой вот шарик нужно залепить чтобы не было дырочек и шарик нужно чуть-чуть расплющить ладонью чтобы начинка там распределилась внутри беляша равномерно и он был такой более плоский его будет удобнее жарить накрыть пленкой нужно разогреть достаточно большое количество растительного масла хотя бы чтобы оно до середины беляша доходило а еще лучше если его будет больше жарить мы беляши будем начинать швом вниз жар небольшой у меня пятерка это индукция сначала мы жарим швом вниз потом переворачиваем и когда станет румяна вторая сторона опять переворачиваем швом вниз потому что вы помните мы делали мешочек там тесто больше где шов чем с другой стороны нужно чтобы она все прожарилась выкладываем готовые беляши на блюда выстеленные бумажными полотенцами чтобы бумага впитала излишки жира и сейчас мы будем пробовать посмотрите какая пышечка какое пышное тесто давайте я разрежу вы посмотрите как внутри конечно лучше было бы просто откусить чтобы сок не вытекал но мне очень хочется чтобы вы посмотрели в разрезе как смотрите наш беляшик вы видите сок вытекает смотрите посмотрите мясо у нас готово а вы видите где шо в какой там слой теста у какой он пышный какой он воздушный ну что пробуем это просто восторг это волшебно как же это вкусно сочная начинка мягкая с хрустящей корочкой теста приготовьте а мне будет очень интересны ваши комментарии и я всегда рада вам у себя на кухне мира вам радости и добра